вот таким образом тоже можно измерять биотип это измерение сейчас я вам просто покажу эту операцию здесь одномоментно две одиночные рецессии были устранены ну как-то разбивать в общем было странно делать по зубу и был принято такое решение первый класс в области 13 зубообразия вот так выглядит этот препарированный лоскут в данном случае вот обратите внимание никаких тут ласточки на хвостов все четко и понятно квадратный разрез когда вы начинаете только этим работать я вам советую поменьше создавать узких тонких краев лоскута это все просто оборвется у вас при шитье лучше делайте надежно и стабильно сначала как когда у вас станет рука что вам будет все равно уже тогда вы можете там уже кто кто красоту наводить обратите внимание пожалуйста это то что мы с вами посмотрите принимающая ложа здесь вы видите кость и здесь вы видите кость а здесь видите да волокна соединительной ткани с надкостниц и вот они это уже нанесение геля сосочки до эпитализирована анатомически это обработка полировка корня здесь мы применяли по показаниям из-за того что там абразия несмотря на то что прикрепленные десны было достаточное количество применяли аллоопластический материал это твердая мозговая оболочка аллогенного происхождения это препарат специальный она адаптируется по размеру измеряется размер вырезает ассистент ее перфорирует для того чтобы прорастали сосуды от надкосницы к лоскутам и она заполняет тот самый объем который в данном случае был вызван абразии корня для того чтобы там был не сгусток о котором мы говорили до кровяной которая потом споро сосется спадется и туда спадет десна а для того чтобы длительно она будет белая деградация идет где-то 46 месяцев и за это время она она даст образование плотного соединительно-тканного комплекса я работаю только это я больше никакой любой не работаю и рассказываю только о том чем я занимаюсь есть техника применения любых пластических материалов любой мембраной можно пользоваться я просто абсолютно скажем так категорический противник применения любых материалов кроме аллогенного или аута происхождения у меня есть ну как бы для этого основания а вы можете пожалуйста вы есть работы масса не 66 года стали применять поиск материала был все время различные даже титановые делали мембры еще раз я не работаю вот этой всей животной истории аллогенный материал это фиксация и сам уже ушитый но обратите внимание как я и сказала я ушиваю непрерывным швом мне так просто удобнее чем этот миллион узелочков делать и намного быстрее просто получается это но кто-то вот меня например есть ученица моя любимая много лет она была моим ассистентом и потом закончила уже на доктор жену все уже давно прошло вот и она например до сих пор шьет почему-то узловыми швами но ей вот кажется что если где-то вдруг этот непрерывный шов где-то там он разойдется то типа уедет все но не должна она делать стопроцентно как я поэтому мы к тому что расхождение может быть пожалуйста вы делаете как вам удобно нет это затек это это кровь просто нет никаких нет нет вот это полтора месяца обратите внимание у нее не рассосался шов очень интересно это моя старинная старинная пациентка я и потом предлагала у нее один шов почему-то он почему он не рассосался мы так и не знаем в общем он он так и остался у нее она сказала что не надо ничего доставать и абсолютно все устраивает я ей предлагала что ну давайте она я вам достану там одним проколом и уберу это меня это черная точка напрягает все это время но она вообще все прекрасно и замечательно это кстати рецессии все у нее пост ортодонтические посмотрите даже при таком хорошем биотипе в среднем я не могу сказать что у нее какой-то критичный тонкий биотип у хорошая неплохая десна ну вот все это вот после ортодонтии вот пришло в такое состояние ну и вот это 6 месяцев а твердая мозговая оболочка еще имеет такая особенность она первые 3-4 месяца она видно по всей видимости когда идет ее белая деградация она дают большой плюс объем и вот здесь видно как балкон у нее над зубом такой висящий это потом все почему через 6 месяцев мы конечно оценим потому что это все потом уйдет это все даст правильный объем столько сколько там должно быть вообще никаких чудес элементарно все просто две челюсти с номерами зубов и показатели которые мы учитываем глубина рецессии толщина кератинизированной десны ширина кератинизированной десны вот этот показатель очень интересный это если вы вдруг неправильно померили глубину рецессии и где-то там ошиблись то расстояние от режущего края до десны вот он так и называется р р р д вас потом скорректирует то есть мы меряем расстояние от режущего края зуба до десны и зубы десневой гармана даст дека по сути вот все никаких чудес пять показателей которые вам достаточно чтобы оценить свой результат исходное то то что вы начинаете с чего это за день операции дальше это состояние 3-4 месяца 6-7 и год ну вот я сегодня рассказывала показывать у нас было маленькое количество что у меня уже есть пациенты у которых это все перевернуто по несколько раз потому что у них там уже год два три четыре и так далее ну хотя бы просто раз полгода раз в год они все-таки доходят поскольку работы такие не забываются особенно когда это устраняется множественные рецессии объем работы очень большой и пациентов ну стараются следить как-то уже за собой наверное не имея желания повторить данное хирургическое вмешательство